Всем привет! Сегодня речь пойдет о говорушке перевернутой, леписти оборотной, говорушке буро-желтой и желто-бурой. Гриб на видео в Днепропетровской области называют лисичкой. Это народное название. Его активно употребляют в пищу и хвалят вкус. Однако с научной точки зрения все очень сложно. Я лично знаю тех, кто ест эти грибы, поэтому решила провести детальное исследование, потому что в разных источниках он то ядовитый, то условно съедобный. Если в гугл ввести паралепистогилва, фласида, инверса, выдает ссылку на один и тот же гриб, говорушка перевернутая или лепистооборотная. Историческая справка. Вид фласида связывается с широколиственными деревьями и лесами. Вид инверса с хвойными деревьями. Инверса имеет гладкую блестящую поверхность. Формы фласида и инверса дифференцируются как разновидности вида фласида. В 2012 году на основании молекулярного анализа Альфредо Веззини опубликовал статью, в которой показал, что паралеписта фласида, инверса, гилва, говорушка бурожелтая, формируют отдельную ветвь от классических леписта, то есть рядовок, и говорушек. В 1981 году другой ученый предложил для этого рода грибов самостоятельное название паралеписта. В интернете я собрала отличительные признаки. Фласида, говорушка перевернутая, имеет матовую и шелковистую поверхность шляпки. Гриб мягкий, растет целыми колониями, ведьмиными кругами. Запах грибной. Вид инверса имеет блестящую поверхность. Сам гриб жесткий. Запах иногда сравнивают с апельсиновым соком или бергамотом. Вкус невыраженный. Гилва, говорушка бурожелтая, предпочитает селиться на пнях или вблизи стволов деревьев по одной-две штуки. А край шляпки более светлый, но может меняться в сырую погоду. Часто присутствуют ржавые пятна. Мякоть тонкая, светлая, желтоватая, слегка горчит, с анисовым запахом. Откуда пошла информация о ядовитости говорушки перевернутой? В 1996 году во Франции отравилась группа людей, предположительно говорушкой перевернутой, лепистоинверса. Примерно через 24 часа возникли симптомы. Зуд, онемение пальцев рук и ног. Ни рвоты, ни диареи не было. Симптомы оставались 14 дней, после чего двое пострадавших полностью выздоровели. Еще трое испытывали сильные боли в опухших конечностях, что свидетельствовало о воспалении. Людей госпитализировали, классические обезболивающие оказались бесполезны. Ученые посчитали данный случай важным, чтобы провести исследование, какой именно грипп вызвал отравление. В 1997 году в той местности был найден неизвестный клитоцибе, говорушка, который напоминал бледную лепистоинверса, перевернутую говорушку. Позже грипп назвали клитоцибе амоеноленс. Этот грипп характеризуется ароматом жасмина или спелых груш. В нем были найдены ядовитые нейровозбуждающие кислоты. На основе этого открытия ученые полагают, что нужно провести тщательный анализ всех коричневых видов говорушек, в том числе фласида, гилва, инверса. До проведения данного исследования ученые не рекомендуют употреблять в пищу все коричневые говорушки. К слову сказать, по состоянию на 2022 год это исследование так и не провели. К какому выводу мы можем прийти? Паралеписты инверса и фласида часто упоминаются как синонимы. Гилва иногда включается в вид фласида, иногда нет. Восточным видом считается гилва, западным – инверса. Инверса считается съедобной во Франции, Великобритании, Бельгии, Швейцарии. Ссылки на статьи я оставлю под видео. Также есть исследование, что гриб перспективен в лечении генетических заболеваний, относится к лекарственным на сайте Healing Mushrooms. Мои грибы на видео росли в лиственной посадке, имели жесткую мякоть, запах пряный, похожий на апельсиновый, вкус слегка горьковатый или даже больше пряный. Я могу смело называть этот вид паралеписта фласида, однако три знаки были совокупные и от фласида, и от инверса, и от гилва. Собранные грибы я отварила, так как в некоторых источниках указывалось, что может быть рыбный запах при отваривании. Ничего подобного не было. Отваренные грибы были заморожены до выяснения обстоятельств. После сбора и анализа научной информации, я так и не решилась попробовать эти говорушки. Не могу знать, как именно нейротоксин подействует на мой организм, а также возможен ли накопительный эффект. При этом мой друг постоянно звонит и рассказывает, какой это вкусный гриб. Если у вас есть опыт употребления говорушки перевернутой, поделитесь, пожалуйста, в комментариях. Я ссылаюсь на научную информацию, поэтому не могу рекомендовать к употреблению, однако выбор – это дело каждого. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, буду благодарна за обратную связь. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok